Музыка Всем доброе утро! Смотрите какое у нас утро сегодня У нас был снег Много-много выпало снега И какая красота на улице Я снимаю с окна Это дом наших соседей А вот этот темный Это наш забор А тут наш цветник Это снимаю С окна моей Комната моей мамы С окна снимаю Сейчас еще открою Уже прохладно Вот там наши цветы росли Вот это только одна, только другая Две бочки наши стоят, скучают В одной летом был аист Яблоня вся в цвету Грядки чуть-чуть видны Потом с другого окна сниму А вот сокошек, которые выходят в огород Вот крыша белая Это крыша нашего сарая А это огород наш В снегу Грядки с клубникой Теплица А это сад А это уже снимаю С окна второго этажа Видно улицу Тут у нас березы стоят Высокие Ох какие Тоже со второго этажа Но с другой комнаты Здесь у нас Рядом Называется Деревня Луговая Улица целая идет Срубочка И вот С левой стороны В углу Это и есть наш сарай А рядом сарай Где наши куры раньше были Участок Нашего племянника Всем привет Вышли на улицу То с окна снимал А теперь на улице Смотрите какая у нас красота Вообще Отлично А тут вода еще не замерзла У нас тепло Это вишня Это вишня А это забор А это забор Который в этом году Осилили Сделали Ух ты как красиво Пойдем по тропинке В сарай сходим А снег мнется Можно даже Это Снежную бабу Лепить Мягкий Потому что Тепло на улице Посмотрите Как кошечка Пробегала Какая-то По этой тропинке Тропинка наша Пойдем Тепло на улице Прежде чем зайти Нужно аж размести Все А то туда Затащу много снега В сарай Ну что Доброе утро вам Девочки и мальчики Выгребаем сено Натаскали сено Ой сколько сено А какая хитрая курица Смотри Я только готовлю Кормушка Она уже залезла Ко-ко-ко-ко Ну давай Давай А другим надо дать А два яйца Уже снесли С утра Еще рано Потом еще добавят Молодцы На прогулку Куда мы Что даже есть не стали Сейчас сюда принесу Еще насыплю Снега хотят Смотри Снега хотят Пойду еще в вольер Зерна принесу А то половина в сарай Идет Всем добрый вечер Я сегодня уже здоровалась С вами с утра Мы утром снимали Свою красивую зиму Которая у нас началась У нас такая красота была Потом ставим кадры Вы посмотрите Так красиво все было А потом К вечеру Опять наступила осень С дождем И весь снег у нас смыло И сейчас я хочу Сегодня Хочу попробовать Сделать тесто Для будущей чай-батты Хочется мне испечь чай-батту И посмотрим Как это у меня получится А начинаю делать вечером Потому что тесто должно стоять Бродить Ходить Гулять Всю ночь А утром будем выпекать Для этого теста Совершенно мало составляющих Понадобится Мука Немножко сахара Чуть-чуть соли Воды 450 мл Ну и итальянские травы Потому что чай-батта Это все-таки итальянский хлеб Чай-батта переводится как Лапоть Лапоть или башмак Ну будем начинать делать Муки у меня 500 грамм Я взвесила Все буду делать по рецепту Я уже как-то делала Такой хлеб У меня вроде получалось Но говорят, что не у всех получается Будем еще раз пробовать Муки 500 грамм 10 грамм соли Нужно насыпать Примерно столько 10 грамм сахарного песка Тоже столько же 7 грамм Дрожжей сухих В пакетике 11 грамм Значит что Сыплю Одну Вот так Побольше Одной ложки Можно сказать полторы И сыплю И сыплю еще итальянские травы У меня травы Итальянской кухни Все сухое сейчас перемешаю А травы так сразу пахнут Сейчас все сухие ингредиенты перемешаю И остается только добавить воды Мука у меня высшего сорта Хотела из муки первого сорта сделать Но потом думаю Ладно, сделаю сегодня С высшего сорта муки А в следующий раз сделаю С муки первого сорта Все перемешала Буду добавлять воду И не буду вымешивать хорошо А просто перемешать нужно все Перемешать Чтобы не было сухой муки Чтобы все продукты соединились Вот смотрите У меня тесто все соединилось Тесто получается липкое Такое тягучее, липкое И вот это тесто Оставим бродить до утра Вот так по краям Я чуть-чуть его В одну кучку соберу Чтобы оно не расползалось Раньше времени По всей миске Накрываю крышкой И накрываю полотенцем И оставляю до утра Сюда вот я подложила Такую подставочку Чтобы не на голом столе стояло А на подставке И все Завтра утром будем выпекать Ну смотрите Полотенце у меня попалось С каким рисунком Анютины глазки А вот сегодня утром снимали Когда снег был у нас В саду, в огороде И сняли у нас еще Анютины глазки желтые Там под снегом есть До завтра Доброе утро всем Сегодня уже следующий день И будем смотреть Как у нас тесто Которое я вчера готовила На чабату Ведет себя как Посмотрим Вот Самый хороший момент Когда оно подошло Очень хорошо подошло И даже чуть-чуть пытается оседать Видите По краям такие Вмятинки небольшие Теперь мне нужно Это тесто Чуть-чуть собрать Конвертиком Несколько раз Для этого я буду Пальцы обмакивать В масло Можно в воду Но я хочу вот масло Вот так Сейчас со всех сторон Вот так соберу Чтоб можно было Его приподнимать И складывать Конвертом буду Насыщаем кислородом Так говорят Те кто делал это все Хорошо что миска круглая И я ее помогаю Вот этими частями Рук Местом Менять Сколько я уже Четыре раза сложила Ну давайте еще Оно уже меньше Прилипает Смотрите А пузырьки Смотрите какие появляются Вон какой воздушный пузырь Вот пузырьки воздуха Остаются внутри Остаются Я вот так приподнимаю И накрываю И тот воздух Который был Он внутри остается Сейчас еще вот Два раза По двум сторонам Сделаю И оставим Тесто на полчаса А за это время Буду включать духовку На 220-240 градусов Вот и все Тесто готово Накрываю снова И пусть оно у нас Немножко отдохнет Руки конечно мою Прошло полчаса Смотрим На тесто Что с тестом у нас Смотрите Оно снова начинает подходить Снова у нее Пузырьки мелкие Теперь мне нужно Тесто выложить На стол Густо-густо Присыпанной Мукой Но стараться Как можно меньше Его тревожить То есть руками Я его уже Не буду так сильно Мять и вытаскивать Постараюсь Чтобы оно само Вытекло В одну сторону Ушло Здесь у меня муки Мало Смотрим Почти чисто Видите Ну немножко Я все-таки Возьму сюда Чуть Все Теперь мне Из этого теста Нужно попробовать Сделать Прямоугольник Маслом Мочу Растянуть Его чуть-чуть Легко Легкими движениями В прямоугольник Но я думаю Что с этого теста У меня получится Две такие Лепешки Чиабате Все Больше не трогаю Беру делитель Тоже его смазываю И вот так Вдоль Начинаю Делить Тесто Оно Очень нежное Очень Все У меня получилось Беру полотенце Подлиннее Вот такое Вот у меня Большое есть Здесь Чуть-чуть Подворачиваю Здесь Оставляю Как есть Присыпаю Густо Мукой Так же Густо Как и на столе Я сыпала Сюда Одну Положу Чиабату А На некотором Расстоянии Вторую Густо Густо Чтобы оно Потом Не прилипло Так Теперь Теперь буду Пытаться Одну взять Переложить На полотенце Хочет соединиться Но надо попробовать Вот так И растянем Здесь У меня получилось Чуть-чуть Подправляю Теперь вторую И снова сюда Будем надеяться Что я все правильно Сделала Ну что Похоже на башмаки А еще Он должен быть Еще и дырявый Башмак Значит В нем Должны быть Дырочки Сейчас Сюда Стол Вот этот Приподниму Чтобы они Поднимались Больше кверху Они Не по сторонам Расползались И так Они должны Полежать 15 минут Итак Смотрите Что я сделала Я взяла Бумагу Пекарскую Ну в два слоя И сложила Чтобы она Плотнее была Присыпала Ее мукой И теперь Мне вот эту Лепешку Крайнюю Нужно переложить На нее Ну чтобы Вот эта Сторона Верхняя Оказалась Внизу Потому что Она начала Подходить И в ней Идут Сверху Пузырьки Воздуха Вот эти Пузырьки Чтобы остались Внутри В ней Мне как-то Ее сюда Нужно Перевалить Вот здесь Вот я Маленькое Расстояние Оставила Между Двумя Чиабатами Вот это Вот моя Ошибка Но попробую Все равно Вот тут Придержи пальцем Так Нет Не получилось Не получилось Первый раз А как-то Все равно Надо Итак Первая попытка У меня Не удалась Буду пробовать Вот с этой Лопаткой Я сейчас Лопатку Засуну под Всю Чиабату Снизу И попробую Перевернуть Ее уже Вот так Вот Теперь у меня Все получилось Ловите От меня Лайфхак Опа Сама Придумала Так А здесь Я Здесь Я бумагу Подвернула Смотрите Вот так Вот сделаем Одна у нас Готова Чиабата Сюда Кладу Теперь нужно Перевернуть Вторую Точно так же Снова Бумага У меня Снова Я ее Вот здесь Подвернула Вот здесь Подвернула Расправляю Муку Мука Должна быть Под всей Лепешкой Мы будем Считать Что так Можно Конечно Еще Присыпать Теперь Вторую Мне нужно Перевернуть Здесь Уже Наверное Будет Проще Снова Туда Под всю Лепешку Опа Ура Получилось Так Подправляю Немножко И Вытаскиваю Кончик От бумаги Вот для этого Бумагой Заправилась Если криво У меня Получится То Бумагу Можно Выправить Оставляю Муку Как Есть Духовка Духовка Разогрелась До 200 220 Градусов Вместе С поддоном Кстати Я вам не говорила Что нужно Огреть духовку Вместе С поддоном Вниз В духовку Ставлю Емкость С водой Наливаю Ставлю вниз А теперь Мне нужно На поддон Выложить Мои Вот эти Чабаты Ставлю здесь Сверху И По одной Туда Перенесу Одна Вторая Все Ставлю в духовку 15 минут Будет печься С емкостью С водой Так Вот эту Надо загнуть Чтоб она не мешалась Вот так А потом Воду Вытащу 15 минут Пройдет Я вытащу Воду И допекаться Будет Уже Просто В духовке Пока Духовка Была Открыта Температура Упала Смотрю Время 15 минут Прошло Надо бы Воду Вытаскивать Но Когда я Ставила В духовку Чабаты У нас Была Открытая Дверца И температура В духовке Упала Поэтому Я подержу Еще немножко Воду Потом Вытащу Воду Нужно Вытаскивать Для того Чтобы Потом Снизу Чабаты Подрумянились Когда Они будут Допекаться Чтобы Снизу Румяные Стали А если С водой Постоянно Печь То Снизу Будет Белая 18 18 минут Прошло Теперь Воду Вытащу Все Она нам Уже Не нужна И дальше Будут Допекаться Начали Румяниться Кстати Будем Допекать Прошло Еще 20 Минут Вытаскиваю Должно Быть Все уже Готово Ох Как Я их Счедро Мукой Посыпала Ох Как Должны Быть Они Видны Что Они Румяные А Я Их Так Обсыпала Сильно Смотрите В переводе Обозначает Старый Башмак Старый Башмак Значит Стоптанный Он у нас Форму Башмака Действительно Имеет Кроме того Он еще Запыленный Он где-то Валялся Башмак Запылился Ну Третье Должно быть Еще и Дырки В нем Ну Не знаю Посмотрим Кстати С задней стороны Румяный Сейчас Я стряхну Всю Лишню Муку С него Звучит Хорошо Пропекся Все Хорошо В следующий Раз Буду делать Положу Муки Присыплю Муки Поменьше И еще Кто будет Повторять За мной Этот рецепт Не на одно Полотенце Вы Выкладывайте Тесто Чтобы оно Подходило А лучше На два Маленьких С них Легче С каждого Будет перекладывать Вот столько Отходов Получается С одной Лепешки Мука Прожаренная Вся Но у нас Есть курочки Есть кому Отдать Это Одну Лепешку Сделала Надо ее На решетку Положить Сейчас Выкладываю На решетку И буду Со второй Лепешки Всю Муку Взбивать Взяла Кисточку Попробую Кисточкой Еще Посмахивать С теста Муку Хрустящая 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 Красивая Будем надеяться Что вкусная Сейчас дадим Отдохнуть И потом Разрежу Чего бумажка Осталась Ну смотрите Я их Подчистила Почти что Новые Башмаки Стали А если Мы еще Смажем Немножко Маслом Сейчас Пока Они горячие Они Вообще Новенькие Станут Видите Старый Башмак Превращается В новый Это Просто Я сказала Кому Хочется Сделать Посветлее Можно Вот так Помазать Все Маслом Теперь Я хочу Разрезать Лепешку Какую Вот эту Или эту Они все Хрустящие Хрустящие Итак Поехали Еще Горячие Ну что Дырявый Башмак Дырявый Сейчас Еще Кусочек Отрежу И Еще Ну не Такие Прям Большие Дырки Как Уже Специалисты Умеют Делать Но Все Таки Видите Дырочки Есть Буду Пробовать Делать Такие Лепешки Дырочка Сюда Можно Положить Сыра Кусочек Ну а К Чиабате Говорят Что Нужно Сыр Подавать Я порезала Хотя Нужно Мягкий Сыр Но У меня Сегодня Нет Другого Сыра Вот Какой Есть Такой Я вам Показываю Чуть Чуть Маслицем И Паприкой Можно Можно Я беру Снова Итальянские Травы Видите Они Здесь Есть И Сюда Чуть Присыпаю А Можно Чуть Перца Красного Остренького И Такой Хороший Бутерброд Получится И Здесь Трава Пахнет Вот И Кофе У Меня Присоединяйтесь Ко Мне Кто Любит Такую Еду Присоединяйтесь Сейчас Я Вот Этот Который Начищенный Еще Огрежу Та Дырочки Есть Все Это Вам Итак И Я Сейчас Вот Тоже Так Попробую Такую Лепешку Сыром С маслом И Запью Кофейком За Ваше Здоровье Будьте Все здоровы Счастливы Благополучны И Удачливы До Встречи Благополучны